Я бы не стала записывать это видео, если вы не один комментарий. Одна из моих подписчиц в ответ на моё недавнее видео про воду написала, что при правильном питании, ну, правильным она называет моё питание, это когда человек ест довольно много сырой растительной пищи, овощей и фруктов. Так вот, подписчица утверждает, что если человек в питании много сырой растительной пищи, то такому человеку нельзя пить много щелочной ионизированной воды, потому что якобы тогда организм переощелочится и могут быть вредные последствия. Я не стала отвечать в комментарии этому человеку, потому что, ну, явно видно, что есть большой пробел в знаниях, но я решила, что должна записать видео с ответом на этот комментарий, потому что, не дай бог, что будут ещё другие люди, которые подумают, что это действительно так, что щелочной ионизированной воды можно перепить и получить от этого какой-то негатив. На самом деле всё гораздо проще и всё совсем не так, как представляет вот Татьяна, это моя подписчица, которая сделала такой комментарий. С её слов получается, как будто бы организм человека – это какой-то котёл или ведро, в котором постоянная среда, и если в этот котёл лить щелочную воду, то в конце концов эту среду можно переощелочить. Я думаю, что сделать это можно только в том случае, если сыпать постоянно соду в это ведро, в этот котёл, тогда, возможно, да, можно переощелочить. Но тут другой процесс происходит. Суть-то в чём? Что PH, внутренние среды человека, его жидких сред, он находится всегда в одном определённом пределе при своей норме. То есть если эти показания выходят за этот предел, за эту норму, то могут начаться какие-то разрушительные процессы в теле. Но человек – существо живое, и он постоянно получает закисление. Закисление как с продуктами питания, а часто мы питаемся именно закисляющим образом, так и из внешней среды. Потому что внешняя среда, эти экологические факторы неблагоприятные, которых сейчас великое множество, они тоже в определённой степени закисляют организм. Таким образом, человек в течение всей своей жизни постоянно получает некоторое закисление. Вопрос только в степени этого закисления. Тот человек, который питается совершенно беспорядочным образом, вообще никак не следит за своим питанием, находится в стрессовой ситуации, подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, то внутренняя среда такого человека, конечно же, обладает большей закисленностью, нежели среда человека, который стремится к здоровому образу жизни и следит за своим питанием, и всячески оздоравливает свою жизнь. Но при том, что есть люди, которые следят за своим кислотно-щелочным балансом и которые не следят, при этом всё равно любой человек закисляется в большей или меньшей степени. И это на протяжении всей жизни. Потому что, в принципе, любая пища, любой процесс пищеварения, он всё равно так или иначе будет спровождаться созданием и выделением каких-то отходов, отходов пищеварения. Любые отходы, они несут кислотный характер. Поэтому, сколько бы лет мы ни жили, и как бы мы ни питались, мы всё равно в той или иной степени будем подвергаться некоторому закислению. Плюс ещё, если человек постоянно сидит на каких-то лекарствах, на фармацевтике, то он ещё более закисляется. И вот в таком случае приходит на помощь щелочная ионизированная вода. Потому что по своему составу она имеет PH, приближенный к PH внутренней среды человека. PH его крови, лимфы, межклеточной жидкости и других водных сред. Поэтому вот этот процесс ощелачивания организма – это процесс постоянный, который сопровождает нас в течение всей жизни. Если мы никак не заботимся о том, чтобы ощелачивать свой организм, мы, естественно, будем закисляться всё больше и больше, всё больше и больше. И тотальное закисление внутренней среды, конечно, может привести к очень неблагоприятным последствиям, к различным заболеваниям и вообще к деструкции человеческого организма. Если же мы заботимся о том, чтобы регулярно ощелачивать свой организм, то есть в данном случае речь о воде, мы пьём щелочную ионизированную воду, то мы поддерживаем в норме этот баланс. Процесс закисления происходит, но он нейтрализуется благодаря употреблению вот этой щелочной воды. Организм – это не какая-то застывшая субстанция, это не просто ведро, как я уже сказала. Это живая система, которая сама регулирует безопасное своё существование и регулирует все процессы, которые происходят внутри. Таким образом, сколько бы воды щелочной мы не выпили, организм сам знает, как распорядиться этой водой и на какие окислительные процессы её пустить, либо не пускать. Но навредить сам себе организм не может, если он употребляет воду, которая по своему составу, по своему PH, является родственной ему его жидким средам. Можно сказать, что когда мы пьём вот эту щелочную ионизированную воду, мы пьём самую естественную воду, для своего организма. Я надеюсь, что я как-то более-менее сумела ответить на этот комментарий. Таким образом, пить щелочную ионизированную воду можно в любых количествах, сколько угодно. Ну, естественно, в разумных пределах, всё равно больше 2-2,5 литров вряд ли человек сможет выпить за день. И ничего, кроме пользы, эта вода не приносит. Я убедилась в этом, как я уже сказала в предыдущем видео. на своём жизненном опыте. То есть, в течение года я пила эту воду. И ничего, кроме положительных результатов, я не получила. Я увидела эффект по оздоровлению, эффект по энергетике, по чувствованию себя молодой, здоровой женщиной, несмотря на свой преклонный возраст, 57 лет. Я не чувствую свой возраст. И хотя я имею признаки возраста на своём лице, конечно же, это и седые волосы, это и какие-то дефекты кожи, уже свойственные моим 57 годам. Но, тем не менее, внутри я ощущаю себя очень молодой и здоровой женщиной. И думаю, что одним из главных факторов, который поспособствовал этому, и явилась как раз ионизированная щелочная вода. Потому что именно за этот год, в течение которого я эту воду употребляю, я заметила, что вот этот мой прогресс по внутренней энергетике и внутреннему омоложению, он был особенно заметным именно в этот последний год. Я думаю, что это моё видео, это не последний мой отчёт и опыт об употреблении этой воды, потому что на самом деле материала об этой воде очень много. И я думаю, что и вопросы, скорее всего, будут появляться у зрителей разного плана относительно этой воды. Но я готова к освещению этих вопросов и считаю, что знать о воде человек должен, наверное, намного больше, чем это принято у нас знать. То есть намного больше того, что мы знаем, что нужно употреблять от полутора до двух с половиной литров воды в день. Так что тема обширная. Думаю, будем ещё на эту тему много говорить. Ну и в конце видео я напомню, что подробную информацию об этом приборе, который производит вот эту замечательную ионизированную воду, можно найти на сайте. Ссылочку на сайт я даю прямо в описании к видео. Самая первая ссылка. Переходите, знакомьтесь с прибором и если кто-то заинтересуется, то можно купить этот прибор с очень большой скидкой по моему личному промокоду. Промокод также указан в описании к этому видео. Будьте здоровы, пейте воду, не болейте. До скорых встреч, ваша байчья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok